В Кракове на этапе Кадетского Кубка Европы по фехтованию на шпагах победила харьковчанка Наталья Степанян. В финале она фехтовала против соотечественницы из Ушгорода Владиславы Харьковой и выиграла со счетом 15-13. Победительница тренируется у заслуженного тренера Украины Ирины Адакиенко. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Волейбол, локомотив в Кубке ЕКВ и чемпионате России. Биатлон, украинское золото чемпионата мира. Бокс, Александр Гвоздик в составе атаманов громит итальянцев. Футбол, металист готовится к Нью-Каслу. Футзал, обзор матчей чемпионата страны и товарищеских игр сборной. Шорт-трек, через день после Кубка мира национальный чемпионат. Хоккей, Олимпиада без Украины. Спонсор по указу Инвеститина, группа DAD. Харьковский локомотив уступил в первом матче полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола турецкому Халкбанку на его площадке. Счет 0-3 по партиям 19, 20 и 17. Лучшим игроком встречи стал диагональный харьковчан Сергей Тютлин, набравший 12 очков. В другом полуфинале еще один турецкий клуб Малие обыграл итальянскую латину со счетом 3-1. Помимо участия в полуфинале Кубка ЕКВ, Халкбанк хорошо себя чувствует и во внутреннем чемпионате. Там подопечные сербского специалиста Веселина Вуковича идут на втором месте. Команда хорошо обучена, укомплектована легионерами, к тому же внимательно относящаяся к сопернику. Все это позволило волейболистам из Турции уверенно себя чувствовать и в выездном поединке. Первый сет завершился в пользу гостей 25-21. Как и в дебютной партии, во второй харьковчане играли с соперником на равных, а разница проявлялась лишь тогда, когда появлялись невынужденные ошибки. Часто бывало так, что отыграв прекрасно на первом темпе, доигровки харьковчане дарили мяч туркам. К тому же они приспособились к манере игры лучшего бомбардира локомотива Сергея Тютлина. И иногда для его нейтрализации хватало одиночного блока. Но и Сергей умудрялся удачно атаковать, и подача шла у Владимира Татаринцева и Дмитрия Теременко. И все равно после отметки 20-20 хозяева упустили инициативу и уступили 23-25. Это нервы. Все-таки в финал попасть в последний раз в 2004 году команда попадала. Поэтому ответственность большая была. Может быть, это нервы. Тяжело что-то сказать еще. В третьем сете Юрий Филиппов продолжал тасовать состав в надежде запутать оппонентов и найти удачное игровое сочетание. До второго технического перерыва это удавалось. А после турецкая команда вновь сыграла собране и воспользовалась тем, что харьковчане были вынуждены рисковать на подаче. При счете 20-24 Локомотиву удалось отыграть два очка, но на большее его не хватило. 25-22, 3-0, как и в первой игре, и в финале Кубка ЕКВ сыграет Халк Банк. У нас в этом году был шанс, благодаря тому, что команда, на мой взгляд, два года участвует в открытом чемпионате России. То есть те игры, которые мы играем два раза в день, ну два раза в неделю, извините, все-таки они приносят свои плоды. Мы знаем, что в полуфиналах, конечно, слабых команд не бывает, но, на мой взгляд, это только начало. В 18-м туре открытой волейбольной суперлиги России Локомотив принимал Краснодарская Динамо. Команды подошли к поединку в разном психологическом состоянии. Россияне в предыдущем туре в пяти партиях одолели лидера чемпионата Казанский Зенит. Харьковчане уступили Халк Банку в Анкаре. В четвертой и пятой партии своих ошибок было достаточно. Ну и Харьков тоже сыграл немного неровно именно в эти моменты. Не знаю, с чем это связано. Может, просто команда, в принципе, уставшая, потому что только вернулись из Турции, где играли. Конечно, тяжело играть на два фронта, плюс перелеты. Все понятно, в этом плане немного полегче, потому что у нас после даже тяжелой игры в Казани все-таки была неделя, которую мы могли спокойно посетить тренировкам. Поэтому, не знаю, может, даже сказалось в том, что мы были просто посвежее немного. Весь матч прошел в равной борьбе достойных друг друга соперников. Уже в первой партии стало ясно, что грядет большое волейбольное зрелище. Команды шли нога в ногу и доигрались до формата больше-меньше. В решающий момент сработала связка Лука с Кампо Николай Руднинский, и Локомотив выиграл 26-24. Во втором сайте у хозяев на площадке появился Владимир Татаринцев, который долгое время отсутствовал из-за травмы. Он успевал и на приеме, и в спорах с арбитром по поводу неоднозначных его решений. Но ни эта нетрадиционная активность в атаке Сергея Тютлина не помешали краснодарцам сравнять счет по партиям 25-21. Больше всего боялся, что нам просто не хватит эмоций на эту игру. Я пытался это игрокам объяснить еще сразу после игры с Казани, чтобы они как можно быстрее забыли эту игру и уже готовились к Харькову. Но, видимо, не все это восприняли как надобно. То есть профессионал должен воспринимать эти слова правильно. В третьем игровом отрезке Юрий Филиппов поменял связующего. Вышел Дмитрий Старожилов. Этот ход оказался решающим. Пока гости привыкали к новой связке, Локомотив взял сет 25-23. Четвертая партия прошла под знаком нервных срывов с обеих сторон. Тренеры брали тайм-ауты не столько для того, чтобы подсказать, сколько просто успокоить подопечных. Решающей, как и в предыдущих сетах, стала концовка, в которой блеснул воспитанник харьковского волейбола Роман Яковлев. 25-22 в пользу Краснодара и тайбрейк. Но и укороченный сет не закончился на 15-м пункте ввиду равенства сил на площадке. Победил не то чтобы сильнейший, но более удачливый. Эйс Дениса Чауса поставил для гостей победную точку 16-14. Некоторые игроки подустали отсюда, наверное, и такие нелепые ошибки в концовке. И в концовках партии, да, то есть это, я же говорю, это усталость, это просто потеря концентрации внимания. Игра могла сложиться совсем по-другому, 3-1 в нашу пользу, да, но, я же говорю, нужно играть от первого до последнего мяча с максимальной концентрацией внимания. В общей таблице чемпионата «Локомотив» поднялся на 10-е место, имея в активе 24 очка. Причем оказался в солидной кампании. Столько же пунктов у московского «Динамо» и Одинцовской «Искры». А возглавляет сведенную табель о рангах «Казанский Зенит». У него 44 балла. В высшей лиге чемпионата Украины «Локомотив» «Надежда» дважды со счетом 3-1 переиграл Черниговский педуниверситет. Харьковчане идут на четвертом месте. Впереди, начиная сверху, Днепр, Барком и Химпром Сумгу. На юниорском чемпионате Украины по легкой атлетике в Сумах харьковчанка Екатерина Табашник выиграла золото в пятиборье. Причем в прыжках в высоту подопечная Виктора Бондаренко и Леонида Переяславца взяла метр девяносто, что близко к нормативу мастера спорта международного класса. Всего представительница «Динамо» набрала 3773 очка. В чешском новое место продолжается чемпионат мира по биатлону. В первой части турнира настоящим триумфатором стала украинка Елена Петгрушная. Она стала чемпионкой мира в спринте на 7,5 километров, обогнав саму Туру Бергер из Норвегии. Третье место в той же гонке заняла Вита Семеренко. Днем позже в гонке преследования Петгрушная выиграла бронзовую медаль, дотерпев на финише в борьбе с россиянкой Ольгой Зайцевой. Представители Харькова Наталья Бурдыга и Сергей Седнев выступали в смешанной эстафете. Юлия Джима передала Бурдыге эстафету девятой. Харьковчанка прошла в темпе лидеров, ограничившись одним запасным патроном. И хотя по позиции она финишировала десятой, на временном гандикапе это не отразилось. На первом мужском этапе Андрей Дереземля в стрельбе лежа оставил незакрытой одну мишень после восьми выстрелов и закончил свой этап одиннадцатым. Последний отрезок в исполнении Седнева стал борьбой за каждое место в протоколе. Сергей сумел отыграть две позиции, а Украина финишировала девятой. На фоне скандала в Федерации тенниса женская сборная Украины играла матч Кубка Федерации во второй мировой группе против Испании. Уже после первого игрового дня в Аликанте наша сборная уступала 0-2. Харьковчанка Элина Светолина уступила Лурдес Домингес Лина 7-5-26-6-8. Олеся Суренко проиграла Сильвию Салар Эспиносе 5-7-4-6. Во второй день Юлия Бейгельзимир ничего не смогла поделать с Марией Терезой Торре-Флор 4-6-2-6. Заключительный парный поединок стал матчем престижа, где Бейгельзимир и Ольге Савчук удалось одержать победу на Торре-Флор и Нурьей Лиагастерой Вивес 6-3-2-6-10-5. 3-1 в пользу Испании. В рейтинге сборных Украина опустилась на 14-е место и теперь в апреле сыграет за право остаться во второй мировой группе. В рамках квалификационного раунда боксерской лиги WSB украинские атаманы в матче-реванше были сильнее победителей второго сезона всемирной серии итальянских громов. Свой вклад в общую победу внес и харьковчанин Александр Гвоздик. В весовой категории до 85 килограммов он одержал победу над боксером из Литвы Виталиусом Сабасиусом. Точные удары Гвоздика не дали шанса на победу боксеру из итальянской команды. Все судьи отдали преимущество Александру три раза по 50 на 45. Также победили дебютант соревнований Николай Буценко, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко и полутяжеловес Иван Голуб. Следующая матчевая встреча с участием украинских атаманов пройдет в США 22 февраля против американских нокаутов. Спонсор показу Инвеститина группа D.A.D. В рамках предсезонной подготовки харьковский футбольный клуб «Гелиос» провел контрольный матч в Днепропетровске против молодежного состава Днепра. Игра завершилась со счетом 3-3. В составе «Солнечных» отличились Виктор Росков, Сергей Костюк и новичок «Гелиоса», имя которого пока не называется. После прилета из Испании «Металист» провел контрольный поединок на своей базе против Купенского локомотива. Хозяева выиграли 8-0. По два раза отличились Клейтон Шавьер и Виллиан. По голу свой актив записали Дмар Жажа, Артем Радченко и Олег Шилаев. Подготовку к матчу Лиги Европы против Ньюкасла харьковский «Металист» продолжил в Англии. Помимо обычных тренировок, подопечные Мирона Маркевича провели спарринг с местной командой Уитли Бэй. Англичане вышли вперед на 12-й минуте после удара Ли Скорингса. Через 18 минут Марлос сравнял счет, который продержался до конца матча. 1-1. В 17-м туре футзальной экстралиги Украины харьковский локомотив играл во Львове против ближайшего преследователя – «Энергия». Единственный победный для хозяев гол забил Сергей Чапарнюк. Кенакьевец на своей площадке одолел кардинал ровно со счетом 3-2. Хозяевам принесли победу бразильцы Бруно Мело, Тиаго и Бетиньо. «Спортлидер Плюс» на своей площадке дал бой луганской телефонной компании, но все же уступил 5-6. В таблице «Энергия» обогнала локомотив на 1 очко и вышла на первое место. Правда, у харьковчан есть игра в запасе. На третью позицию поднялась ЛТК, которая борется с ураганом. Во Львове состоялись два товарищеских матча национальной сборной Украины по футзалу против команды Польши. Эти поединки стали дебютными для тренера локомотива Евгения Рывкина в качестве наставника главной дружины страны. Украинцы два матча провели разными составами, но с одинаковым итогом. Первая встреча завершилась победой 3-0. Забивали Сергей Журба, Богдан Сверидов и Никита Шпигарь. Во второй игре украинцы праздновали победу со счетом 6-2. Дубль на счету воспитанника харьковского футзала Дениса Овсянникова. По разу отличились Петр Шатурма, Ильдар Макаев, Александр Бондарь и Виталий Скорый. В составе поляков один гол забил легионер урагана Павел Будняк. Харьковский баскетбольный клуб НТУ ХПИ провел в России два поединка в рамках Международной студенческой лиги. В первом из них харьковчане проиграли Орловскому государственному университету 81-92. Во втором победили Питерский госуниверситет экономики и финансов 82-74. В своей группе «Б» харьковчане делят второе и третье место с Орлом, у них по 15 пунктов. На очко больше у лидеров – Вязкая сельхозакадемия. К концу предварительного этапа накал страстей, накал борьбы увеличивается. Поэтому каждая игра из этих имела огромное значение для нашей команды. Нам в принципе нужно было достаточно выиграть одну игру, для того, чтобы мы уже попали в следующий этап соревнований – это игры плей-оффа. Где четыре команды от каждой подгруппы потом будут встречаться между собой и играть в такой кубковой системе на выбывание. Олимпийский хоккейный турнир в Сочи пройдет без участия сборной Украины. Это стало известно после отборочного раунда, который принимала Дания. Все три поединка команда Александра Куликова проиграла. Сначала хозяевам турнира 0-2, затем 0-6 сборной Белоруссии и, наконец, Словении 1-6. Именно словенцы и представят эту группу на Олимпиаде. Напомним, что в составе сборной Украины играли трое представителей Харьковского «Динамо» – Василий Полониский, Игорь Кугут и Артем Бондарев. В рамках чемпионата Украины по шорт-треку в Харькове состоялись забеги на дистанциях 500 и 1500 метров. Причем участники Кубка мира соревновались на следующий день после прилета из немецкого Дрездена, где завершился последний этап серии. Лучше всех из харьковчан показал себя там Алексей Кошеленко. Он стал 26-м на дистанции 1500 метров. На родном Салтовском льду подопечный Евгения Яковлева стал третьим на 500 метровке. Бежал в репетчайше, приехал второй, остановился за шаг до финальной части. Получилось немножечко. Лучше все получится. В чемпионате участвовал и еще один представитель Украины на Кубке мира Дмитрий Полтовец. По сумме всех шести этапов на полторашке у него самое высокое место из украинцев – 42-е с суммой 109 очков. В родных стенах воспитанник Татьяна Журбы взял серебро на своей коронной дистанции. Третьим здесь стал еще один харьковчанин Артем Хмелевской. Церемония награждения несколько затянулась из-за просмотра видеоповторов, по которым дисквалифицировали киевлянина Валентина Даниловского, пришедшего де-факто вторым. В Сочи заболел, не очень хороший результат, поэтому, не знаю, так в принципе нормально в сезон отбегал, но посмотрим, как оно будет. Ну а первенствовал на дистанции 1500 метров Евгений Гутенев, который лидировал практически весь забег. Кроме того, ученик Людмилы Джигаловой стал вторым на 500-метровке. В этой дисциплине отыгрался Даниловский, который занял первое место. Это при том, что сам Гутенев признается, что после неудобного перелета из Дрездена чувствовал себя не в лучшей форме. Сзади, если ехать, большая стульта, очень много могут быть столкновений, падений. Лучше перестраховываться. Тяжелее, конечно, впереди, но безопаснее. В женских забегах Мария Долгополова пробежала финал на 1500 метров с третьим временем. На 500-х она была четвертой. В обоих случаях первые позиции заняли киевлянки, соответственно, Елена Коренчук и София Власова. Призеры национального чемпионата отправятся в начале марта в венгерский Дебритсен для участия в чемпионате мира. Харьковчанин Валентин Сипавин занял шестое место на этапе Кубка мира по ледолазанию в Румынии. Серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер этапа мирового кубка сорвался на середине трассы, что привело к потере времени. А победил кореец Пак Хи Йонг. Спонсор показу – инвестиционная группа D.A.D. В российском Кемерове прошел чемпионат мира по бильярду в комбинированной пирамиде. Из Харьковчан наиболее успешно выступил Александр Паломарь, который в полуфинале уступил будущему победителю – Ярославу Тарновецкому и Черновцов. Паломарь получил бронзовую медаль. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова